Школа номер 31 на северной стороне была построена еще в 1968 году. Полноценный капитальный ремонт за все время так и не проводился. За свой счет администрации образовательного учреждения удалось только заменить окна в Краевеческом музее и поклеить обои. Но два года назад изменения коснулись старой аудитории, где проходят занятия по труду и военной подготовке. Кабинет начальной военной подготовки занимается не только обучением детей, основом начальной военной подготовки и прохождением образовательной программы этого предмета. Но очень важно, что в этом кабинете проходит большая воспитательная, патриотическая работа. Новые парты, шкафы, проекторы и все необходимое оборудование для этого кабинета школа получила еще два года назад. Однако установить его было некуда. В последний раз косметический ремонт проводился здесь в 90-е годы, поэтому объем работ для подрядчика был немалый. Выполнили работу по полной замене инженерных сетей, электрические сети, отопление, водоснабжение, канализация. Установили новые стеклопакеты, установили новые двери, выполнили чистовую отделку в помещениях, полы, стены, потолки, люстры. Осталось только доделать учительскую, коридор и санузел. Средства на реконструкцию изыскал бывший выпускник школы. Ремонт класса стал подарком для любимого учебного заведения. Здесь в 31-й школе есть еще пример такой социальной ответственности, неравнодушия, когда не только за бюджетные средства, а когда еще и выпускники этой школы тоже становятся достаточно серьезными людьми и оказывают помощь для своей любимой школы. Вот сегодня здесь мы увидим такой пример. А ремонт основного корпуса, по словам директора, будет поэтапным. В январе должны приступить к реконструкции спортивной площадки, затем к ремонту санузлов и замене окон. Финальным этапом будет обновление фасада здания. Алина Пчелинцева, Юрий Реутин, Севонформбюро.